Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Сегодня 16 декабря, понедельник, и в Беларусь, кажется, пришла весна. На солнышке плюс 10 градусов, в тени плюс 6, и я даже не знаю, а есть ли смысл сегодня затапливать печку. Первую половину дня сегодня я посвятил ремонту дома. Стены у меня уже готовы, даже обои поклеены, и я перешел на полы. Ползаю на карачках по комнате и шпаклюю мелкие неровности, трещины, а главное щели между досок, чтобы снизу не поддувал холодный воздух. После обеда выбрался в школу за сыном, и вот что меня там ожидало. Внимание! В здании произошло возгорание. Ответственным за эвакуацию работникам немедленно прибыть на свои посты и организовать выход людей в безопасные места согласно плану эвакуации. Остальному персоналу без паники покинуть здание. Сразу, конечно, напрягся, но потом уточнил, и оказалось, что сегодня целый день в школе происходит отладка системы пожарного оповещения. Поэтому с самого утра у них то включают тревогу, то выключают. Все уже привыкли, никто не паникует, никто никуда не бежит. В общем, весело. Ну а сейчас, наконец, выбрался в мастерскую, чтобы немного поработать, и понимаю, что заняться сборкой двигателя я снова не могу, потому как есть мелкие недочеты. Предлагаю действовать на опережение. Например, подобрать цилиндры, которые я повезу в росточку. Из чего же мы будем выбирать? Есть у меня некоторое количество условно пригодных к росточке цилиндров. Я сразу отсеял те, которые имели множественные сколы ребер, сколы на гильзе и сорванную резьбу под шпильки. Очень удивился, но, оказывается, такая неисправность тоже встречается. Осталось в итоге пять. Из этих пяти два очень даже неплохие. Свеженькие, чистенькие, видно, что поработали немного. Гильза в отличном состоянии, глубоких задиров и царапин не имеет. Это у нас цилиндры нового образца. И еще три разной степени ушатанности. Грязные, забитые песком и мелкими камушками. И вот здесь, если посмотрим на гильзу, да, это уже не зеркало. Есть раковины, есть царапины. Причем раковины вызваны не работой, а длительным простоем. Попадала внутрь влага и образовывалась на стеночках ржавчина, которая и оставила такие следы. Это цилиндры старого образца. Как я их отличаю? Все очень просто. Если посмотрим на цилиндры со стороны головки, то видим, что на новых есть два скоса. Это связано с установкой головок нового образца. На них ведь есть прилив под горизонтальное расположение фланца карбюратора. И если мы попробуем эту же головку поставить на старый цилиндр, то она упрется либо приливом выхлопа, либо приливом карбюратора. И прилегания, соответственно, не будет. Но это не беда. Здесь легко делаются два пропила. Лишнее убирается. И цилиндры пригодны к работе. Вот из них, из этих трех, я и буду выбирать. Потому что эти, ну честно, с 78 диаметра до 79 жалко мне пилить. Они еще вполне могут поработать и со стандартными ураловскими поршнями. Значит, эти два мы пока убираем на полку. Но не просто убираем, а предварительно смазав. Будет обидно, если в процессе хранения гильзы начнут покрываться ржавчиной. Из оставшихся трех, в принципе, можно выбирать любую пару, но это не точно. Сейчас покажу, что же меня смущает. Вот этот цилиндр. И если мы посмотрим на гильзу, то увидим обширное пятно ржавчины. Давайте попытаемся восстановить хронологию событий. Мотоцикл стоял на хранении. Поршень находился в этом положении. И я предполагаю, что это было окончание такта впуска. Впускной клапан был открыт. И через него в цилиндр попадал влажный воздух. За счет перепадов температур, влага конденсировалась на стенках цилиндра и стекала вниз. Здесь просто стояла лужа. Казалось бы, ну что страшного, нам ведь все равно его отправлять в росточку. Однако, есть здесь несколько очень глубоких раковин ржавчины. Измерение гильзы в горизонтальной плоскости, то есть на неповрежденных участках, дало мне результат 78,24 миллиметра. А вот в вертикальной плоскости, там где расположены самые глубокие раковины, получилось 79 миллиметров. То есть ржавчина сожрала у нас практически миллиметр металла. И этот цилиндр в росточку уже не годится. Ведь с каждой стороны у нас будет сниматься по пять десяток. А значит петло это уменьшится, но полностью так и не уйдет. Этот цилиндр тоже отправляем в выбраковку. Оставшиеся два цилиндра меня вполне устраивают. Надо только выбить из них трубки кожухов штанг механизма ГРМ. Отсечь все лишнее, чтобы они стали цилиндрами нового образца. Я думаю, мы не слишком сильно ухудшили условия охлаждения. Остается эти цилиндры только почистить и помыть. И здесь снова засада. У меня в ожидании мойки уже лежит редуктор. Стоят два картера. А как выяснилось, мыть-то их нечем. Бензина в мастерской нет. Я уже посмотрел в баке Урала. Пусто. В Голдвинге два литра на дне плещется. Даже сливать неудобно. Поэтому я сейчас возьму канистрочку и отправлюсь на прогулку. Пройдусь сейчас до ближайшей заправки. А заодно выгулю своего пса. Думаю, он такому маршруту будет очень рад. Вот мы уже и практически на месте. Так, тебе, Дадли, придется подождать меня здесь. Иди сюда. Все, сидеть, никуда не уходить. Ну и все мы знаем, что в пластиковые канистры наливают бензин крайне неохотно. Поэтому мы поступаем хитро. Упаковываем пластиковую канистру в пластиковый пакет. Где логика, непонятно. Но если канистры не видно, значит, наверное, она металлическая. Ну вот, наш лайфхак вполне себе работоспособен. Естественно, при отсутствии заправщиков. Когда один оператор сидит за кассой, ему там совершенно не видно, что и во что ты набираешь. Вот так мы и добрались домой. Я тащил канистру, а Дадли тащил меня. Я заправил не полную, а взял 8 литров, чтобы наверняка в 10-литровую влезло. Можем даже проверить точность белорусских заправок. По-моему, тут чуть-чуть больше 8 литров будет. Ну, будет видно, когда уровень успокоится. На сегодня, пожалуй, все. Я отправляюсь отдыхать, а вам желаю хорошего вечера или удачного дня. Все зависит от того, когда же вы это видео смотрите. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока!